Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. И вот что главное сегодня. Вот уже целый век они надежно охраняют рубежи страны. В честь столетия пограничных войск России на Аллее Славы и Слабыканск столицы открыли памятник защитникам Отечества. Есть такая профессия – Родину защищать. И они продолжают достойно нести службу. Глава республики поздравил програничников с вековым юбилеем на торжественном собрании в Черкесске. Регионы страны приняли участие в традиционной сельскохозяйственной выставке в Астрахани. Карачаево-Черкесия представила четыре хозяйства, занимающихся разведением племенных овец. В картина галереи Черкеска открылась фотовыставка греческого фотохудожника Коста Саасимиса под названием «Наш Афон». Сегодня глава республики Рашид Тимреза провел встречу с депутатами Госдумы Расулом Баташевым и Михаилом Старшиновым, а также с членами Совета Федерации Ахматом Слопогаровым и Рауфом Арашоковым, на которые определили порядок совместных действий по реализации указа президента страны Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года и резолюция конференции Всероссийско-политической партии «Единая Россия» направления 2026, где поставлены четкие задачи по реализации майского указа главы государства. Рашид Тимрезов отметил, что нужно плотно работать с правительством России, различными федеральными ведомствами по конкретным направлениям. Большая роль в этой работе принадлежит парламенту и республике, членам партии «Единая Россия», в том числе и региональному отделению. А каждый из представителей Карачао-Черкесии в палатах Федерального собрания России должен активно включиться в работу, консолидировать усилия, чтобы выполнить задачи, поставленные президентом страны. Сегодня, к столетию образования пограничных войск России, на Аллее славы республиканской столицы открыли памятник защитникам Отечества, героям-пограничникам. В церемонии приняли участие глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов. В торжественном мероприятии репортаж Светлана Акбаевой. Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что события этого дня навсегда останутся в истории нашей республики. Со словами благодарности и признательности руководитель региона обратился ко всем, кто принимал участие в создании памятника. Начальнику управления, генерал-майору Юрию Кудрявцеву, сотрудникам, а также руководителю скульптурной мастерской Аллеи российской славы Михаила Сердюкова. Верю, что, глядя на этот и другие памятники, установленные здесь, наши дети и внуки будут ценить и бережно относиться к истории нашей Родины. Верю, что таких исторически важных памятников, обелисков, мемориальных комплексов со временем в нашей республике будет появляться все больше. И они станут олицетворением героических событий нашей многовековой истории, в которой победы всегда завоевывались невероятным трудом, доблестью и героизмом наших военнослужащих, среди которых достойное место занимают пограничники России. Пограничники мужественно и отважно продолжают дело служения Отечеству, основу которому заложили героические представители старшего поколения. Многие ни на секунду не задумываясь отдали свою жизнь. Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания. Летопись пограничных войск хранит немало ярких примеров величайшего мужества дозорных границ и их верности воинскому долгу. Многие страницы этой летописи посвящены участию пограничников в событиях на озере Хасан, реке Халкингол, обороне Брестской крепости, защите Кавказских перевалов в годы Великой Отечественной войны, участию в боевых действиях на острове Даманский, выполнению интернационального долга в Республике Афганистан. Открыли памятник глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов и начальник погрануправления России по Карачао-Черкесии Юрий Кудрявцев. В сультуре возложили живые цветы. Жительница Черкесии Татьяна Мужицкая посчитала своим долгом прийти на Аллею Славу и поклониться защитникам Отечества. В ее семье несколько поколений пограничников. Мы сегодня пришли сюда, чтобы отдать честь, дань пограничнику. Здесь у нас служит внук наш, он тоже пограничник. Дедушка у него военный, он пошел как бы по стопам. И поэтому нам бы хотелось, чтобы... Ну и мы хотели побыть с ним рядом здесь. У меня даже слезы были. Светлана Акбаева, Руслан Харченко, Вести, Карачао-Черкесия. Затем вся делегация направилась во Дворец культуры Черкесии, чтобы поздравить с профессиональным праздником пограничников России. С торжества репортаж Аллы Динаевой. Живой музыкой оркестр встречает гостей торжественного собрания, посвященного столетию образования пограничных органов России. Об истории, становлении, достижениях и сегодняшней работе пограничников рассказано в фильме, который продемонстрировали собравшимся. Россия – одно из крупнейших государств мира, имеет самую протяженную государственную границу и охранять всю целостность нашей великой страны, доверенно Родиной им, людям, призванным стоять незримо на стражу рубежей пограничникам. Приветственный адрес от полпреда президента ВСКФУ Олега Белавенцева зачитал его заместитель Валерий Попков. Стражи границы всегда принимали на себя первые удары врага. 77 лет назад погранзаставы первыми вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками. Беспримерный героизм, мужество и отвагу проявили воины-пограничники с первых минут войны. Ни одна застава не дрогнула и не отступила. История пограничных войск стала славной летописью подвига военной безопасности страны и народа. А ваш профессиональный праздник по праву является всенародным. В этом зале собрались люди, которые дали присягу служить Родине честно, преданно, верно и достойно. Еще большая ответственность возложена на руководителей пограничных органов. Именно они реализуют на местах важнейшие государственные задачи в сфере обеспечения пограничной безопасности, говорили на мероприятии. Самые теплые слова благодарности присутствующим здесь ветеранам службы. В памяти народа навечно останутся подвиги героев-пограничников Брестской крепости, бойцов кавказских погранотрядов и дальневосточных застав. Служба на границе является одной из сложных по характеру задач и по условиям, в которых приходится их выполнять. Здесь всегда работали и работают настоящие профессионалы, которые не теряются в нештатных ситуациях. Начальник пограничного управления ФСБ России по Крачево-Черкесии генерал-майор Юрий Кудрявцев передал многочисленные поздравления коллегам и ветеранам службы, которые поступили в этот день. Зачитал он приветственный адрес и от директора ФСБ России Александра Бортникова о память пограничников, отдавших свои жизни за нерушимость государственных границ. Предложил почтить минутой молчания. За достигнутые положительные результаты внесения службы различные награды получили ряд сотрудников. Аладинаева Руслан Харченко, Вести, Крачево-Черкесия. Празднования по случаю столетия пограничных войск России проходили и в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Специалисты рукопашного боя и кинологи показали задержание вооруженного преступника служебной собакой. Ведь неизменным помощникам и верным другом пограничников остается собака. Затем в амфитеатре начался концерт с участием ансамбля песни и пряски «Пограничник Кавказа» и «Южный форпост», а также солистов пограничного управления. Лейтмотив всех музыкальных композиций – доблестная служба на границе в течение века с защитой родной страны. И, как признались сами виновники торжества, для них большая честь служить в погранвойсках. МЧС информирует, сегодня до конца суток в республике ожидаются сильные дожди. Ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды, в горах сход селий. А сейчас прогноз от наших синоптиков на завтра. МЧС информирует, сегодня до конца суток в республике ожидаются сильные дожди. Выбирая мебель для дома, руководствуйтесь принципами комфорта, практичности и надежности. Салон мебели «Эра» позволит создать индивидуальный стиль для вашего дома. Салон мебели «Эра». Качество, традиции, современность. Телефон 281-488. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии без осадков. Лишь в дневные вечерние часы в предгорных и горных районах местами кратковременная дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 7-12 метров в секунду. При грозе порывы до 18. Температура ночи плюс 11, плюс 16, а днем 19, 24, выше нуля. В горах ночью до плюс 7, а днем до плюс 15. В Черкесске без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 7-12 метров в секунду. Порывы до 18. Температура ночи плюс 12, плюс 14, а днем 21, 23 градусов тепла. Это «Вести» в прямом эфире и мы продолжаем. В республике в результате совместных мероприятий ФСБ МВД пресечена деятельность и ячейки приверженцев Международной религиозной экстремистской организации от «Такфир Вальхиджа», действующей в Адагихабльском и Хабетском районах. Членами группы распространялись идеи радикального ислама и вынашивались намерения по созданию на территории СКФО государства шариатской формы правления. В результате спецоперации задержаны 11 членов экстремистской организации, жители Карачаева-Черкесии. В ходе обследования домовладели задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, камуфлированное обмундирование, флеш-накопители, CD-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература и экстремистского содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Три недели остается до начала Чемпионата мира по футболу. В целях безопасности на основании указа президента России до 25 июля запрещена перевозка гражданского служебного оружия и патронов к нему на железнодорожном транспорте. Четыре хозяйства из Карачаева-Черкесии, занимающихся разведением племенных овец, приняли участие в девятой сельскохозяйственной выставке овец и коз, проходившей в Астрахани. В ней приняли участие 90 хозяйств из 25 регионов России, всего более 400 племенных животных. Делегацию Карачаева-Черкесии возглавил первый вице-премьер республики Эльдар Байчоров. Племенные заводы Агра, Лаба, Заря, Махар и КФХ фермера Чичаева также представили лучшие достижения многолетней селекционной карачаевской породы овец. Удивило участников выставки высокая качество продукции шести перерабатывающих предприятий КВСТА. Многие участники выставки ушли с теплыми и уютными подарками. Программа выставки была очень насыщенной. Помимо демонстрации овец, для ее участников были подготовлены круглые столы, семинары и научно-практические конференции, на которых животноводы делились своими наблюдениями, недоработками, опытом, поднимали актуальные для отрасли вопросы. В этом году специальная экспертная комиссия Национального союза овцоводов России особо отметила овец карачаевской породы. И переходящий кубок престижной всероссийской выставки передали Карачаеву Черкесской республике к фремзаводу Махар. Наши животноводы завоевали 8 медалей. 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых медалей. Помимо официальной и экспертной части на всероссийской празднике животноводов среди зрелища мероприятия были конкурс национальных подворьев в художественных коллективах, где наши артисты покорили всех участников выставки. А также наше подворье было оценено на самом высоком уровне. На шафон под таким названием в картина галереи Черкеска открылась фотовыставка греческого фотохудожника Коста Саосимиса. Экспозицию представил Ставропольский краевой музей изобразительных искусств при поддержке Пятигорской и Черкесской епархии. На выставке побывала Шерифат Лепшокова. Представленная экспозиция – результат многолетней творческой деятельности фотографа, снимавшего на протяжении 30 лет монастыри и храмы Святой горы Афон, повседневную жизнь монахов, паломников, а также необыкновенную красоту природы. Автор работы Коста Саосимис, попав в монастырь еще в 1984 году, навсегда остался там работать. Все эти годы фотохудожник по крупицам собирает уникальные артефакты афонской истории. Занимается реставрацией старинного фотоархива в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре. Результаты его работы были также представлены на выставке. Очень радостно, что на такой, на священной земле Карачаево-Черкесии это происходит, на древней земле с глубокими традициями. Здесь эта выставка проходит, она многожанровая, она разнообразная. Впервые эта выставка была организована в рамках Советского форума «Русский битес» в 2014 году. Организовать выставку удалось благодаря усилиям Черкесской Пятигорской епархии, а также Министерства культуры Республики. Руководитель ведомства Рамазан Бароков поблагодарил гостей, представителей Ставропольского краевого музея за поддержку и помощь в организации выставки. Уверен, что эта выставка даст возможность, большой импульс духовного воспитания и подрастающего поколения, и взрослых, те люди, которые посетят столько духовное обогащение получат, что будут довольны посещением этой уникальной выставки. Каждая фотография Коста Сосимиса – произведение искусства, открывающая многовековую историю духовного становления, одной из почитаемых христианских святынь на греческой земле. «Далеко не каждый может увидеть красоту природы Афона», – говорили собравшиеся. Более тысячи лет на территорию этой монашеской республики не ступала нога женщины. Здесь редко разрешают фотографировать, отчего каждый снимок становится настоящей исторической и духовной ценностью. Для всех нас, для жителей Карачево-Черкесии Афон – это источник, источник духовной традиции, которая долгие годы здесь жила и уверенно продолжает жить в наших сердцах. Конечно, эти фотографии уникальны. Мы видим духовную жизнь, мы видим, как там люди живут на Афоне. Мне довелось тоже быть на этой святой земле. Я почти в каждом кадре вижу подклик своим уже воспоминаниям о тех удивительных людях, о той удивительной духовной традиции, как там люди живут. Уникальная экспозиция будет работать до 7 июня. Для всех желающих вход свободный. Шрифт Лепшокова, Алибек Ешеров, Вести Карачаева-Черкесия. Таким был понедельник Карачаева-Черкесии. Прямо сейчас смотрите премьеру сериала «Обман». Приятного просмотра и ждитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова